Международный пакт о нейроправах человека Быстрое развитие нейронауки и нейротехнологий открывает беспрецедентные возможности для доступа, сбора, обмена и манипулирования информацией из человеческого мозга. Такие заявления ставят важные задачи перед правозащитными принципами, которые необходимо решать, чтобы предотвратить злоупотребление или непреднамеренные негативные последствия. В этом предложении дается оценка последствий появления новых приложений в области нейротехнологий в контексте правозащитной системы и предполагается, что существующих прав человека недостаточно для реагирования на эти возникающие проблемы. Проанализировав взаимосвязь между нейробиологией и правами человека, мы выявили четыре новых специфических нейроправа человека, которые будут жизненно важными в усилиях по защите человеческого мозга. Право на когнитивную свободу Право на ментальную конфиденциальность частной жизни Право на психическую целостность Право на психологическую преемственность Право на когнитивную свободу Право людей на использование появляющихся нейротехнологий, а также защиту людей от принудительного и безоговорочного использования таких технологий Право свободно контролировать собственное сознание и электрохимические мыслительные процессы являются необходимой основой практически для любой другой свободы Когнитивная свобода необходима всем остальным свободам, потому что она является их нейрокогнитивным субстратом Как таковая, когнитивная свобода напоминает понятие «свободы мысли», которое обычно считается существенной основой других свобод, таких как свобода выбора, свобода слова, свобода прессы и свобода вероисповедания Когнитивная свобода – это концептуальное обновление понятия свободы мысли Оно учитывает возможности, которыми мы сейчас обладаем и поэтому приходится все больше и больше контролировать манипулирование и влияние на познавательные функции человека Некоторые ученые и юристы, такие как Буар и Сентенции, толкуют право на когнитивную свободу в смысле защиты от государства свободы личности и ее самоопределения Например, Сентенция утверждала, что «государство не может принудительно манипулировать психическими и другими скрытыми состояниями мозга отдельных граждан» Учитывая ее концептуальную сложность, когнитивная свобода многомерна Бублиц распознает как минимум три взаимосвязанных, но не идентичных измерения Это Свобода составлять свое мнение или выбирать, как и каким образом изменять его Защита от вмешательства в другие умы для сохранения психической целостности Этические и юридические обязательства контролировать собственные психические процессы познания и сознания Эти три аспекта определяют когнитивную свободу как комплексное право, которое включает в себя предпосылки как негативных, так и позитивных свобод Негативную свободу выбора собственной когнитивной сферы в отсутствие правительственных или неправительственных препятствий, барьеров или запретов Негативную свободу реализации своего права на психическую конфиденциальность в отсутствие ограничений или нарушений со стороны корпораций, преступных агентов или правительства Позитивную свободу иметь возможность действовать таким образом, чтобы контролировать свою психическую жизнь Право на ментальную конфиденциальность Формальное признание права на ментальную конфиденциальность, которая направлена на защиту любой информации о мозге человека, записанной нейроустройством Это право будет защищать мозговые волны не только как данные, но и как генераторы данных или источники информации Кроме того, оно будет охватывать не только данные о сознательном мозге, но и данные, которые не находятся под добровольным и сознательным контролем, подсознании Наконец, оно гарантирует защиту мозговой информации при отсутствии внешнего инструмента для идентификации и фильтрации этой информации Пол Волт предположил, что из-за опасений и принуждения со стороны правительства мы должны провести четкую грань вокруг использования технологий чтения мыслей Череп должен быть обозначен как область абсолютной конфиденциальности Никто не должен исследовать разум человека против его воли Мы не должны позволять это и с постановлением суда, а также по причинам военной или национальной безопасности Мы должны отказаться от использования технологии чтения мыслей в условиях принуждения, даже если ее использование может служить общественному благу Точно так же Джей Стэнли утверждал, что «Чтение мыслей без согласия – это не то, чем мы должны заниматься» Утверждается, что методы чтения мыслей представляют собой фундаментальный вызов человеческому достоинству Следовательно, мы не должны допустить, чтобы принципы конфиденциальности нашей цивилизации настолько ухудшились, что попытка заглянуть в голову человека против его воли когда-либо будет считаться приемлемой Короче говоря, право на психическую конфиденциальность защищает людей от доступа к информации их мозга и предотвращает беспорядочную утечку данных мозга через инфосферу Право на психическую целостность Это реконцептуализированное право должно обеспечивать особую нормативную защиту от возможных вмешательств на основе нейротехнологий, связанных с несанкционированным изменением нейронных процессов человека и потенциально приводящих к прямому ущербу для жертвы Чтобы действие квалифицировалось как угроза психической целостности, оно должно Включать прямой доступ или манипулирование нейронной передачей сигналов Быть несанкционированным, то есть должно происходить при отсутствии согласия информированного генератора сигналов Поскольку нейротехнология становится частью цифровой экосистемы и нейронные процессы быстро проникают в инфосферу, психическая целостность людей будет подвергаться все большей угрозе, если не будут приняты конкретные защитные меры Вынужденное вторжение в нервные процессы человека и его изменения представляют собой беспрецедентную угрозу психической целостности человека Растущая область инженерии памяти, вероятно, будет представлять собой первостепенную проблему права на психическую целостность Было разработано несколько методов для разработки, повышения или выборочного удаления воспоминаний человека Например, на БАВе и коллеги использовали метод оптогенетики, чтобы стереть и впоследствии восстановить выбранные воспоминания, применяя в качестве стимула оптический лазер, который избирательно усиливает или ослабляет синаптические связи Эти результаты могут иметь большой потенциал для лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и посттравматическое стрессовое расстройство В то же время, однако, неправильное использование этих методов злоумышленниками может создать беспрецедентные возможности для умственных манипуляций и промывания мозгов В долгосрочном сценарии они могут использоваться органами наблюдения и безопасности с целью выборочного удаления опасных или неудобных воспоминаний из мозга людей Потенциальные мотивы незаконного изменения памяти различны, включая повышение национальной безопасности или установление контроля над отдельными лицами или группами Право на психологическую преемственность Право на психологическую преемственность можно рассматривать как особый нейроориентированный пример права на идентичность То, что право на психологическую преемственность стремится предотвратить, является вызванным изменением нейронного функционирования Право на психологическую преемственность будет защищать психические субстраты личности от бессознательного и безоговорочного изменения третьими лицами посредством использования инвазивной или неинвазивной нейротехнологии В дополнение к психической конфиденциальности и психической целостности восприятие людьми своей собственной личности может подвергаться риску из-за неадекватного использования появляющихся нейротехнологий Изменения в функции мозга, вызванные стимуляцией мозга, могут также вызвать непреднамеренные изменения в психических состояниях, критических для личности, и тем самым могут повлиять на человека В частности, было отмечено, что стимуляция мозга может оказывать влияние на психологическую преемственность человека, то есть решающие требования личной идентичности, состоящие в том, чтобы человек мог ощущать себя самим собой В научной литературе сообщалось о нескольких случаях, когда глубокая стимуляция мозга приводила к изменениям поведения, таким как повышенная импульсивность и агрессивность или изменения в сексуальном поведении Исследование с участием пациентов, получавших глубокую стимуляцию мозга, показало, что более половины из них выражали чувство странности и незнакомости с самими собой после операции Я больше не чувствую себя собой Я чувствую себя как робот Параллельно технологии инженерии памяти могут влиять на личность человека, избирательно удаляя, изменяя, добавляя или заменяя отдельные воспоминания, которые имеют отношение к их самопознанию в качестве личности Тем не менее, угрозы для этого права чаще возникают за пределами клинических условий Например, в контексте разведки и военных ведомств сообщалось, что за последние десятилетия нарушения прав человека имели место в экспериментах с имплантацией мозга, введением лекарств, электромагнитной шоковой терапией, сенсорной депривацией, изоляцией, психологической, физической к примеру, словесное и сексуальное насилие, гипноз, попытки создания манджурских кандидатов, внедрение ложных воспоминаний и индукция амнезии Большинство из этих экспериментов проводились на невольных и беспомощных гражданских лицах и в отсутствие какого-либо внешнего наблюдения или представления для экспериментальных субъектов каких-либо значимых последующих действий Новые знания и технологии в области нейробиологии явно предлагают новые и более эффективные возможности для изменения личности Например, Пайкрафт недавно сообщил о том, что импланты глубоко мозговой симуляции, уязвимы для атак со стороны третьими лицами, которые хотят осуществлять злонамеренный контроль над мозговой деятельностью пользователей Они назвали этот риск изменения мозговой деятельности человека посредством несанкционированного использования нейроустройств третьими лицами, взломом мозга Негативные последствия взлома мозга включают Кражу информации, которая может привести к нарушению права на неприкосновенность частной жизни Прекращение стимуляции, разрядка батарей для имплантатов, повреждение ткани и нарушение двигательной функции, что может привести к нарушению права на психическую неприкосновенность Тем не менее, некоторые возможные последствия взлома мозга, такие как изменение контроля над импульсами, изменение эмоций или аффекта, индукция боли и модуляция системы вознаграждения, могут быть достигнуты даже при отсутствии какого-либо нарушения психической неприкосновенности и целостности В этих обстоятельствах несанкционированные изменения когнитивно-эмоционально-аффективного измерения похожи, на первый взгляд на другой тип нарушения прав человека, на нарушение права на психологическую преемственность Короче говоря, право на психологическую преемственность в конечном итоге имеет тенденцию сохранять личную идентичность и согласованность поведения человека от безоговорочного изменения третьими лицами Оно защищает преемственность привычных мыслей, предпочтений и выбора человека, защищая основные функции нейронов Заключение Объем и разнообразие нейротехнологических приложений быстро растут как внутри, так и вне клинических и исследовательских условий Повсеместное распространение более дешевых, масштабных и простых в использовании нейроаппликаций может открыть беспрецедентные возможности на уровне интерфейса мозг-машина и создать паутину нейротехнологий в нашей повседневной жизни Хотя эта технологическая тенденция может принести огромное преимущество для общества во многих отношениях, ее последствия для этики и права остаются в значительной степени неисследованными Мы утверждаем, что в свете разрушительных изменений, которые определяет нейротехнология в цифровой экосистеме, законодательная база должна быть срочно подготовлена для предотвращения неправильного использования или непреднамеренных негативных последствий Кроме того, учитывая фундаментальный характер нейрокогнитивного измерения, мы утверждаем, что такой нормативный ответ должен быть сосредоточен не только на деликтном праве, но и на фундаментальном уровне основных прав человека Это предложение об особых нейроправах человека в ответ на новые достижения в области нейротехнологий согласуется и является логическим продолжением предложения о развитии генетических прав человека в ответ на достижения в области генетики и геномики Изложенные во всеобщей декларации о геноме человека, о правах человека и международной декларации о генетических данных человека Свобода мысли, свобода от рабства, пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания рассматриваются международным правом в области прав человека как не подлежащие никаким исключениям и следовательно, как абсолютные права Абсолютные права не могут быть ограничены по любой причине Ни одно обстоятельство не оправдывает квалификацию или ограничение абсолютных прав Абсолютные права не могут быть приостановлены или ограничены даже во время объявленного чрезвычайного положения Право на когнитивную познавательную свободу, право на ментальную конфиденциальность частной жизни, право на психическую целостность и право на психологическую преемственность также должны быть закреплены в законе как абсолютные права Продолжение следует... Продолжение следует...